МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кража в особо крупном размере, день всех влюбленных, закончившийся поножовщиной, и учитель истории, употребляющий наркотики. В оперативной сводке на этой неделе. Ребенок – главный пассажир. В госавтоинспекторы проводят комплекс профилактических мероприятий. Все больше мазырян подвержены всякого рода обманам. Мошенничество – один из самых распространенных видов преступлений. В оперативной сводке на этой неделе. На улице Пролетарская ранее судимый мазырянин похитил у женщины сумку с фотоаппаратом, мобильным телефоном и кошельком. В деревне Махновище неизвестное воровали местный магазин. Добычей преступников стали продукты питания, алкоголь и деньги более 9 миллионов. Районный отдел Следственного комитета также возбудил уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере на одном из частных предприятий. В ночь с 10 на 11 февраля неустановленное лицо проникло в административное здание одного из частных унитарных предприятий города Мозыря, где, воспользовавшись доступным ключом от сейфа, открыло сейф и похитило оттуда денежные средства предприятия на сумму порядка 130 миллионов рублей. В настоящий момент проводится работа по поиску преступника. Также уголовным делом обернулось для мазырянина празднование Дня всех влюбленных. В одной из квартир собрались две пары, чтобы отметить праздник. Выпили, закусили. Возникла ссора, которая переросла в драку с поножовщиной. В один из выходных дней февраля в квартире в городе Мозыря при распитии спиртных напитков между хозяином квартиры и его гостем произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры стал применять физическую силу, драться с гостем. В ходе борьбы оказался под рукой нож и гость причинил хозяину ножевое ранение грудной клетки. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства будут выяснены, имела ли место здесь необходимая оборона, либо телесные повреждения были причинены умышленно. В Мозыре у 26-летнего учителя истории одной из сельских школ оперативники изъяли фрагмент газетного листа и курительную трубку со следами особо опасного психотропа. Преподаватель шел по улице со своим другом. Не совсем обычным поведением привлек внимание сотрудников милиции. По предварительной информации, в момент задержания молодой человек находился под воздействием наркотических средств. Впоследствии это подтвердила экспертиза. Прокуратура Мозырского района по этому факту возбудила уголовное дело. В производстве прокуратуры Мозырского района находится уголовное дело, возбуждено по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. По факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Установлено, что к данному преступлению причастен житель города Мозыря, работающий в общеобразовательной школе, учителем. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к незаконному обороту психотропных веществ. Теперь молодому человеку, скорее всего, придется забыть о карьере преподавателя. Согласно санкциям статьи Уголовного кодекса, максимальное наказание – лишение свободы сроком на 5 лет. Плюс ко всему, за появление в общественном месте под действием наркотиков предусмотрен штраф от 5 до 10 базовых величин. Это прописано в декрете президента номер 6, который вступил в силу с начала этого года. Криминальные новости из соседних районов. В Гомеле конфискована партия контрафактной обуви. Сотрудники ОБЭПа проверили один из магазинов и выяснили, что 31-летняя гомельчанка, индивидуальный предприниматель, продавала итальянскую обувь без документов, подтверждающих их легальность. Изъято 167 пар на сумму более 250 миллионов рублей. В Будокошелевском районе задержана группа людей, которая промышляла кражами свиней с госпредприятий. Благодаря оперативной информации, четырех злоумышленников задержали на месте преступления. При себе у них были кувалда и шила. Имя не убивали животных. На данный момент устанавливаются точки сбыта мяса. Проводится расследование. Перекрыт канал поставки в Гомель крупнейшей партией на свае за последнее время. Это стало возможным благодаря слаженным действиям оперативников ОБЭП и сотрудников инспекции по налогам и сборам областного центра. Контрафактный товар привез в Гомель 40-летний житель областного центра. Сотрудники ОБЭП накрыли поставщика, когда он пытался разгрузиться на одной из улиц в частном секторе советского района. Для этого наркоделец привлёк даже соседей. Часто помогаете? Где вас нашла? В прицепе большегрузного автомобиля было обнаружено 19 мешков зелёного зелья весом около тонны. По оценке оперативников, изъятый на свай мог быть реализован через розничных распространителей и принести доход оптимому поставщику на сумму более 1 миллиарда рублей. В момент задержания хозяин добра уже успел загрузить в автомобиль покупателя один из мешков с отравой. Установлено, что на свай привезён из России. Возбуждено уголовное дело. Мошенничество – довольно распространённый в Беларуси вид преступления. В общей криминальной структуре занимает четвёртое место после краж, незаконного оборота наркотиков и уклонения родителей от содержания детей. Всё больше белорусов становятся жертвами всякого рода обманов. Если сравнить 2013 и 2014 года, то рост преступлений, связанных с мошенничеством, произошёл практически наполовину. Мозрь – не исключение. В производстве районного отдела Следственного комитета немало подобных дел. Одними способами совершения такого рода преступлений, как мошенничество на территории города Мозря и Мозрского района, являются следующие способы. Это такие, как получение займов и кредитов на иных лиц, следующий способ – завладение товаром, приобретённым в кредит или в рассрочку. Как правило, это средства связи, мобильные телефоны, а также планшеты. И ещё один способ – под предлогом оказания услуг по ремонту, то есть оказания услуг населения. При этом хотелось бы отметить, что лица, которые получают деньги взаймы, либо кредиты, зачастую нигде не работают. Как правило, жертвы мошенников – лица злоупотребляющие. Полученный кредит или технику, приобретённую в рассрочку, передавали преступникам за незначительное вознаграждение. Причём ещё одна тенденция – пострадавшие злоумышленники были малознакомы. Но есть случаи, когда обманывали своих же близких друзей. Например, жительница города Мозыря совершила четыре таких преступления, склонив во всех случаях свою знакомую к получению кредита и займов, заверив об исполнении ею обязательств перед банком и обществами, которые выдавали данные займы. Кроме этого, житель города Могилёва в 2013 году на территории города Мозыря совершил два мошенничества, найдя лица, злоупотребляющих спиртными напитками, заверив их, что будет сам оплачивать полученные ими кредиты. После получения кредитов денежные средства присвоил, данным лицам передал только значительную плату, после чего скрылся и до настоящего времени принятые на себя обязательства не выполнил. Ещё один факт. Директор общества с ограниченной ответственностью убеждал граждан брать кредиты на нужды предприятия. Даже выдавал им справки о работе для предоставления в банк, после чего погашать проценты по займам просто отказывался. Хотелось бы порекомендовать гражданам при обращении к ним с целью получения на их имя кредита в банках, либо приобретения товаров в рассрочку, либо в кредит, не быть столь доверчивыми, чтобы в дальнейшем не оказаться жертвами мошенников. С 16 по 22 февраля внимание госавтоинспекторов приковано к детям. Ребёнок – главный пассажир. Так называется комплекс профилактических мероприятий, который проводится на территории Гомельской области. Маленький Глеб в детском автокресле чувствует себя вполне комфортно. Заботливый дедушка по-другому и не посадит малыша в свою машину, ведь безопасность ребёнка прежде всего. Кресло мы приобрели, когда ребёнку исполнилось три месяца. Сейчас ему уже год и семь. Я всегда сторонник того, чтобы ребёнок был всегда в машине в безопасности. Что ещё можно сказать? Он у нас привык и никогда не просится где-то с кресла вылезти и по машине бегать. Он всегда сидит в кресле. Ему нравится. Вот уже месяц, как вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Одно из самых обсуждаемых новшеств – ребёнок до 12 лет в машине должен находиться в детском удерживающем устройстве. Исключение сделали только для такси. Мозорские автовладельцы уже адаптировались к дорожным изменениям. Стараются их выполнять, причём вникая во все нюансы. Там говорят, если полтора рост, то не надо. Полтора рост, то не надо. Да. Я уже спрашивала у ваших коллег. Первое детское удерживающее устройство появилось в середине 30-х годов в Соединённых Штатах. Сегодня применение автомобильных кресел является обязательным в ряде европейских государств. Жители Европы оценили преимущества их использования. Количество травм и смертельных случаев с участием детей при автоавариях сократилось в 3,5 раза. Если ремни безопасности способны на 45% сократить риск смертельного исхода, то автокресла демонстрируют более высокие результаты. 54% для малышей, которые уже научились ходить, и 71% для грудничков. Главная задача детского автокресла – обеспечить безопасность маленького пассажира. Причём не только в случае ДТП, но также при резком торможении или экстренном манёвре. Госавтоинспекторы убеждают водителей исполнять данное дорожное правило. Нерадивых уже месяц, как наказывают, рублём. При первом нарушении – штраф до четырёх базовых. При повторном – в течение одного года – до восьми базовых величин. В Мозорском районе одновременно с комплексом профилактических мероприятий ребёнок-главный пассажир проходит и тщательный мониторинг учреждений образования. Проводят его госавтоинспекторы. Каждый год госавтоинспекция проводит мониторинг всех дошкольных, школьных учреждений образования. Это связано в связи с тем, чтобы предотвратить детский дорожный транспорт, травматизм. Мы проверяем ограждения в школах, прямые выходы на проезжую часть, установленные пешеходные переходы, искусственные неровности, разметка. Всё, как должно быть. Если при выявлении этих недостатков мы вносим рекомендации, обязываем установить, устранить эти недостатки. Яслисад номер 17. Здесь к дорожной безопасности своих маленьких воспитанников относятся очень внимательно. Стараются детей не только всячески оградить, но и научить правильному поведению на дороге. Даже самые маленькие знают элементарную дорожную грамотность. На пешеходном переходе. А дорогу на какой свет светофора нужно переходить? Красный. А зелёный? Зелёный. Зелёный. Красный надо стоять, зелёный можно переходить, да? А вот дети постарше уже рассказывают и про зебру, и про фликеры. Вопрос про светофор для них – это уже элементарно. А на какой сигнал светофора можно переходить? Зелёный. А на красный можно? Нет. А на жёлтый? Нет. А на синий? Нет. Нету такого светофора, скажите, да? На этой неделе в интернете появилось мозорское видео, на котором под колёса автомобиля едва не попал ребёнок. Причём по своей же вине, причём на глазах своих же родителей. Видео вызвало много гневных комментариев. У старшего инспектора отделения ГАИ и одновременно отца двух детей Дмитрия Деркача на этот счёт тоже своё мнение. До самого раннего возраста родители должны прививать знания и учить детей соблюдать правила дорожного движения. Скажем, вот последнее видео, которое появилось в интернете, где ребёнок внезапно выскочил на проезжую часть, ну и водитель остановился сделать замещание ребёнку. Ещё в конечном итоге осталось виновата в том плане, что родители накричали на этого водителя. Хотя мы все видим по видео, что водитель полностью не виноват. А родители со своей точки зрения должны были ребёнку сделать замещание своему и научить, что впредь такого не повторилось. Воспитывать детей, безусловно, важно, но важно и создать им безопасные условия. Безопасными должны быть улицы, дороги в школу и сад. Чтобы выявить и устранить существующие недостатки, и проводится мониторинг. К примеру, директор восьмой школы посетовал, что возле перехода напротив стомат-поликлиники нет искусственной неровности. Кстати, вскоре она здесь появится. Всего в городе будет установлено около десятка новых так называемых преград для лихачей. Некоторые из них непосредственно возле учреждений образования. Также во многих районах появятся и дополнительные источники освещения, а также пешеходные ограждения. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». Эта парочка пришла в магазин за покупками, но вышла из него с чужим кошельком. Действие происходит 17 февраля в Евроопте по бульвару юности 16. Теперь мужчину и женщину разыскивает милиция. Кражей квалифицируется и присвоение оставленных без присмотра предметов. Кошелек лежал на столе, где покупатели перекладывают товар в сумки. Если вам что-либо известно об этих людях, просьба сообщить в Мозырьский РУВД по телефону, которое вы сейчас видите на экране. Разыскивается неплательщик алиментов Бондарев Анатолий Петрович, 1955 года рождения. Последнее известное место жительства – город Мозырь, бульвар дружбы, дом 3, корпус 1, квартира 33. Разыскивается неплательщик алиментов ЦУРКО Александр Владимирович, 1979 года рождения. Последнее известное место жительства – город Мозырь, бульвар юности, дом 14, квартира 118. Или деревня Хомячки, улица Молодежная, дом 6. Разыскивается неплательщик алиментов Гончаревич Сергей Петрович, 1976 года рождения. Последнее известное место жительства – город Мозырь, улица Притыцкого, дом 19, комната 303. Или деревня Слобода, улица Первомайская, дом 8. Разыскивается неплательщик алиментов Громович Денис Алексеевич, 1977 года рождения. Последнее известное место жительства – город Мозырь, улица Советская, дом 122, квартира 49. Разыскивается неплательщик алиментов Агейенко Валентин Александрович, 1977 года рождения. Последнее известное место жительства – город Мозырь, бульвар юности, дом 77, квартира 40. Разыскивается неплательщик алиментов Мазурчик Евгений Николаевич, 1967 года рождения. Последнее известное место жительства – город Мозырь, бульвар юности, дом 89, квартира 61 или улица 17 сентября, дом 46. Лицам, которым что-либо известно о местонахождении скрывшихся должников, просим сообщить по телефону 32 91 82 32 12 49 или по телефону 102.